Добрый день, уважаемые любители волейбола! Последняя, заключительная, четвертьфинальная встреча между командами Усть-Олданского района и города Ленска. Встречаются ребята в четвертьфинал. Перед вами команда Ленского района. И в эфире мы с вами комментируем Татьяна Иванова и Александр Ушницкий. Это кульминация сегодняшнего игрового дня. Определяется четвертый полуфиналист и определяется команда, которая будет играть за пятое место. Сегодня игры прошли очень... Драма была. Последняя, третья игра между Чуравчу и Олегмин чуть-чуть по накалу слабее. Но остальные две игры были на том уровне Спартикеда, который мы ожидали. И сейчас вот Усть-Олданская команда призер 18-го года. Ленская команда многократно в течение последних 20 лет является одним из лидеров мужского волейбола республики. И, ну, Усть-Олдан имеет опыт победы над Ленском. Так что сегодня, ну, этот финал тоже будет у нас со своими большими... Сюрпризами, да, приятными и неприятными. Мы в предвкушении классной игры от двух классных команд. По росту мы сейчас видим превосходит команда Ленского района. Но все решит площадка, как будет выстраиваться игра. Составы очень сильные, выверенные, наигранные. В желтых формах команда Усть-Олданского района. Главный тренер Яков Семенович Сивцев. Ну, Ленская сборная традиционно играет и в синей форме. И главный тренер Юрий Шустав, мастер спорта Советского Союза. Человек, который воспитывает каждый год, можно сказать, в команду приносит своих молодых игроков. Сегодня будет в составе играть Александр Чакулаев, который является членом сборной молодежной нашей сборной республики. И состав, как уже сказано, очень выверенный. Все позиции, все амплуа умеют играть в волейтбол. И, как говорится, лидер Константин Сапко, член сборной республики нашей, недавнешний призер Дальневосточного округа. Но против них играет Усть-Олдан. Команда непростая, команда, завоевавшая вчера любовь зрителей. И команда с очень большим интеллектуальным потенциалом. Перед вами имена игроков. Гаврила Хлопков, Николай Неустроев, Афанасий Савин, Семен Асласов, Алексей Готовцев, капитан команды Нюргун-Сивцев, связующий Василий Васильев, Владислав Попов, Саргулан Яковлев на доигровке, ой, центральный блокирующий Иннокентий Артамонов на доигровке, Данил Васильев и на позиции Либера Семен Акаемов. Но мы ждем состав Ленской сборной. Ленская сборная. Но здесь я скажу, что Луканин Алексей, это центральный блокирующий, Александр Анивченко, это связка, Арзамас Максим, он будет, скорее всего, на замене, Николай Федоренко, это доигровщик, один из лучших, лидер команды Константин Савко диагональный, как уже сказал Чакулаев Александр на доигровке, и Черкатский Евгений блокирующий. Но здесь мы видим, что отсутствует Никита Иванов, очень высокий добротный игрок, центральный блокирующий, сегодня его составе не видим. Но если такого игрока, центрального блокирующего, кто-то оттеснил, то ждем от игры Ленска. Ну, позиции центральных, наверное, сильнее будет Ленска, а позиции защиты, и Нюргун Иванов, лидер команды, капитан команды, связующий, разыграющий игрок, очень опытный, воспитанник города Якутска, уроженец Усалданского района, и первая подача полетела. Пока все по нолям. И сразу же. Девятый номер у нас. Антон Рыков, 192 сантиметра рост. Приносит первое очко для своей команды. Капитан команды Константин Сапко сейчас будет вводить мяч в игру. И принимает Усалдан. Да, позитивный прием. И да, вот игра, быстрая игра. Очень рады, ребята, что получилась задуманная комбинация. Нюргун Сивцев в связке. Захар, э, Гаврил. С первым, с центральным блокирующим играл первым темпом. Забегание за голову. Без атаки. Ленска отдает этот мяч. И Иннокентий Артамонов. Да, ход был открыт. Ну, качество блока. Руки были на стороне в своей площадке. Воспользовался инокент этим возможностью. И 2-1. Нюргун Сивцев многократный чемпион нашей республики. Многократный чемпион города Якутска. Блок цепляет, но коллективная ошибка командную допускает. Усалдан касание сетки досадно. В такой момент против такой команды. Усалдану таких подарков не надо делать. Да. Исключить такие ошибки. Луканин, по-моему. Алексей Луканин под шестым номером. Луканин, да. Мы сейчас быстренько разберемся. Потому что некоторые игроки дозаявлены были. И по номерам все узнаем. Мы в лицо всех знаем. Вот шестой номер у нас Алексей Луканин. Сентральный блокирующий. Очень быстрый игрок. Простой перевод, но испытывает. Сапко просто перекид. О-о-о-о-о-о. Вот здесь какая-то... Нелепая вот. Оступился просто на площадке. Сентральный блокирующий у Салдана. Да, он просит, чтобы этот... 4-2. Легкий мяч. Переходящий был отдан. Третий раз подает Луканин. Мы крупно видим Иннокентия Артамона и Семена Каюмова. Либо от этих игроков очень много зависит. Аут. Ошибка в подаче. 3-4. Володлен Попов появляется в центре сетки. Далекий отведенный мяч. Да, видно стратегии и тактики игры Ленска сегодня на мощь. Рыков на линии подачи. И с диагонали он очень хороший мяч в атаке. Вот комбинация. Да, по темпу. Блок был на имитацию Владислава Попова отработал, а тут-то не было из-за головы. Обратным крестом атака была. Анифтенко не поняли друг друга игроки Ленска. Анифтенко было сыграно. И пока счет равный 5-5. В центре у Ленска молодой игрок. Срывается подача у Артамонова. Славко Константин очень настроен на игру. Он понимает. Он участник той игры, когда Усилдан выиграл два года назад. Ленск. Заступ. Да, возвращает Ленс. Но площадка нестандартна. Играем поперек. И вот заступ был. Это насчет линий. Цвет линий. Ну все за зрителей. Просто ажиотаж волетбольный в Амге зашкаливает. И чтобы дополнительные места были. Да. Опять. Командную ошибку допускает Усилдан. Уже считайте два очка сами подарили, да? Да. Из этих семи очков Ленска. Да, нелогично. Еще мяч был на стороне соперника. А игрок залез уже в верхний трос. Евгений Черкасский. Молодой игрок команды Ленского района. К сожалению ошибается на подаче. Да, пока Ленс не ловит свою подачу. Зал-то. Движение воздуха в зале все равно есть. Есть вентиляция. Жарко. Блок цепляет, но Владиславу Попову с углом сзади за таким мячом гнаться было. Блок-то говорил, центральный блокирующий у Силдана сцеплял мяч. Ахлопков Гаврил. У нас Ленский. Ну, решил очень просто. Ну, Акаюмова это легкое, но не довел. И Пайф. Играется мяч. Да, в калиточку первую зону надо воспользоваться таким моментом. Позиционная ошибка Ленского района. Тоже игрок остался на линии один углом зад. Защита была выстроена. И первая зона была открыта. Девятый метр попадает у солданец. Вот защитники действия молодого Василия Васильева, да? Который умел, сумел разглядеть и направить в пустую зону. Игра продолжается. И вперед выходит на один мяч. Это был брейковый мяч, да? В атаке получает у солдан. 9-8. В стык блока попадает. Восьмой номер. Василий Васильев. 2000 года. Девятная ошибка. Устьолдан скандирует трибуны. Вам тоже слышен весь этот шум, атмосфера, которая происходит у нас в спортзале. Потому что это разыгрывается последняя путевка в полуфинал. И за которую заранее мы предвидели принципиальную игру. Константин Савко может подать очень хорошо, но не рискнул простую прямую подачу. Но здесь переиграл всю команду Ленска. Один Нюргун. Сивцев. Зрящий в котелок шестую зону. Положил мяч. 10-9. Он же на подаче. Прос. Ошибка в нападении. Николай Федоренко. Опытный Николай Федоренко. Вот тоже династия валидболистов. Отец мастер спорта. Он на доигровке. Бывает. Бывает, да. На доигровке без ошибок. Не обходимся. Ну, позитивно. Процент атаки равняется в среднем 60%. Это 50%. Отличная подача. 12-9. От Нюргуна Сивцева, капитана команды. У него планер очень такой. Коварный, да? Да, траектория полета у него и по горизонтали, и по вертикали мяч. Путь полета меняет и срывается моментально. Как теряет скорость, падает камнем. Юра Ишустова приходится. Костя, один отставление не крутит. Он только в ход нападает. Леша, если ты не скроешься, сбрасывай. Я попросил его. Сбрасывайте руки в дыру. Очень ценные советы. Все вы прекрасно поняли, как надо действовать на блоке. Сказали, что против Артамонова линию не закрывать, да? Он на линию не крутит, говорит Юрий Александрович. Посмотрим, согласятся ли с этим вот эти ребята. Пока счет... 12-9. 12-9. Держит подачу Либера. Доводит мяч. Но скидка не проходит. Рыков, да, не рискует. Сам себя подстраховал Рыков. Либера был на месте, но мяч был отправлен, видите, быстро и не успел среагировать. 13-й мяч. 13-9. Нюргун держит подачу. Есть прием. Перекатом через бедро Сивсер защищается, страхует. И аут. Да, Рыков ошибается на падении. Плотно, но мимо площадки. 14-9. Отличный настрой у ребят из Алданского района. Вот прямо с места в карьер, да, что называется. Раскрываются тететюни, чтобы не сглазить. Аут. Все свои лучшие стороны показывают. Мы видим, как в защите Нюргун выкладывается. Сейчас, пока Ленск, задача стоит догнать. Ну, у Силдана последние годы с появлением Нюргуна стал призером чемпионата республики. Завоевала путевку. И снова подача подводит команду Ленска. Да, собственная ошибка. Ленска 15-9. Охлопков говорил на линии. Центральный блокирующий. Ну, он возрастной игрок, один из высоких. Большой аут. Да, мне вот не хотелось бы и со стороны Ленской, и со стороны Усилдана видеть вот такие простые подачи. Надо попадать в площадку. Рыков. Возмужал. Аут опять. Что можно сказать? Если четыре раза подряд мяч не вводится в игру, надо начинать счет с 20, да? Ай-яй-яй. Здесь проглядели откровенно. Проглядели. Надеялись на друг друга. Здесь можно было десятому номеру освободить пасующего, да? И принять. И принять. 12-16. Николай Федоренко. Николай Федоренко на подаче. Коля может. Но опять не рискует. Целовую никто пока не подает. Аут. Это за антенны мяч пролетел. Да, ну, тихим сапом Ленск уже в игре. Середина первой партии. 13-16. И Николай заставляет сбить прием. Аккуратненько. Это связка Сивса-Попов лет 10-12 уже существует. Это по предыдущему розыгрышу спрашивали. Ребята уточнялись. Что позволяет первый судья сегодня, да? Есть. Чтение правил у судей бывает. Иногда вот задержку свистят. Можно сказать, без повода, да? Да. 8 секунд не прошло. 14-17. И у нас. Владислав Попов пробивает блок. По темпу этот мяч выигран. Блок опоздал чуть-чуть. И получает в тапочки. Засунул. Между рук и сеткой. На защиту. Это усиление защиты. Шестой номер. Алексей Готовцев. Тоже молодой игрок. На подачу выходит. И останется, скорее всего. Потом обратная. На задней линии, да? Да. Ну, такие вот тактические приемы обязательно нужны. Отведенный прием. Площадка. Сложная ситуация. Ну, здесь защита. Очень сложно было. Да, преднамеренно. Десятый номер Салдан Яковлев пропускал этот мяч. Надеялся на аут. Но тут-то не было мяч в площадке. 15-18. Игровой мяч теряет Усалдан. Есть доводка. Зато тут классно увидели. Гаврил Ахов. Пустую зону. Да, скидка от себя. Забеганием. Левой рукой. 19-й мяч. Уже концовочку начинаем. Первой партии. И накал. В зале стоит. Можно повешать топор. И очень правильное решение выждал Иннокентий Артамонов, пока мяч перелетит. Вот. Здесь можно легко нарушить правила. И над сеткой, когда мяч находится на стороне противника, нельзя касаться. 20-15. Переходится Анивченко все время догонять мяч. Но здесь лидер команды с диагонали Константин. Это его хлеб. Пришло время ему высказаться более конкретно, да? Сказать свое слово. Мастерство его позволил. Низкий мяч. Он высокие мячи играет, а здесь низкий был. Касание сетки. Анивченко нарушает. 21. Ну да, видно. Сетка. Ну, живот. Ну, нижняя часть сетки. Нюргунсиевсер. Опасно для Ленска. В это раз. Чуть-чуть в аут. Обрубился мяч, но в сантиметрах. Полуметры в ауте. По длине выше 9 метров. Анивченко тоже ответ. Ну, пока зал, ну, не почувствовали площадку, ребят. 22.17. Обратную замену требует. Да, высоких убирает Яков Сивцев. И на площадку выпускает молодых. Данил Васильев. Человеку 17 лет. Эй, 18. 2001 года. Но ярко выраженный защитник. Есть атака. Все, очень высоко было. Точка съема. Поразительная. Иннокентия Артамонова. Выше блока. Выше Ленского блока. И по линии, заметим по линии. Разнообразил направление атак. И уже 23.17. Сбитый прием. Ленску надо будет возвращаться в игру. Но такими ударами Николай Федоренко пока еще не поймал свой темп. Диагонали, Рыков. Но не эта работа. Ну, сейчас Шустав, Юрий. Ну, Юрий Шустав указал, что командное действие в движении пропало. Нейти игры нету. Успокойтесь. Готовься к второй партии. Такое бывает в Валетболе. Каждая партия начинается со счета 0-0. Данил Васильев. Да, опять на Николая. Опять сбитый прием. Скидка. Здесь Беликова атака. Нюргунт. Аут. Да, чуть-чуть по темпу. Хорошо задумано, но исполнено не так, как хотелось бы. 18-24. Антон Рыков на подаче. Ленс будет пытаться догонять. Сетбол. Позже у Селдана. Шесть сетбола в пользу. Сразу. Блок-аут. Очень правильное решение было принято. Игроком на страховке. Да, Семен Акаемов тоже очень опытный. Саргалан Яковлев в этом розыгрыше оказался на высоте. Пока 1-0. 25-18. Мы осторожны в прогнозах. Ленску просто нужно успокоиться и навязать свою игру. На защите надо позитивный прием усилить. Очень плохой прием. Доводки нету. И приходится даже в некоторых случаях диагональному пасовать. Очень правильно указал, что подачи нету. Бесплатно 8 мячей отдали на подачу. Уважаемые любители волетбола. Мы все поняли, что если полетит подача, силовой волетболу Ленск разваливается и теряется в некоторых. Позиционные атаки Ленск сильна. Но в ситуационном волетболе, в принятиях решениях молодые игроки допускают ошибочки собственные. Мы видели это касание сетки было, атака в сетку, атака в аут. Но главная проблема сейчас, да, подача у Ленска не летит. Зато у Салдана настрой и командным духом пока сильнее. Хорошо начали. Начали лучше, чем соперники. Возвращаются ребята на вторую партию. Константин Сапко перед вами, капитан команды Ленского района. Вторая партия. Четвертый четвертьфинал между командами города Ленска и Усть-Алданского района. Константин все два раза получил мяч, один раз забил, один раз бал. Их уже в полуфинале поджидают команды Мамгинского района, Намского и Чуропчинского районов. Если, если вдруг команда города Ленска не сможет пройти соперника Усть-Алданского района, тогда в полуфинале мы ожидаем торжество сельского волейбола, да? Вы были по очереди команды города Нерингри, города Якутска. Мирный подъехал. Мирный не приехали. И вот представители города Ленска сейчас... Есть прием очень хороший. Мяч будет в игре. Ай-яй-яй! Либера, срывается мяч у Акаемова. Вчера в такой коммуникационный момент у Либера Якутска тоже сляп получился. 1-0 Ленска. Еще раз доказательство того, что ни на минуту не надо расслабляться. Играется мяч, да, получает. Хорошая темповая атака. В центре сетки оказался Константин Сапко. Это не его план, но... Сейчас приходится брать свои руки. Да, вот и креатива у ребят не хватало. И Костя вот инсекцию проявил и забил. Но выиграл мяч. 1-2 должно быть. Ошибка в подаче очередная у Ленска. И Нюргон, сеешься в коварнейшем планером. Он сейчас задергает. Даже Либера... Еле как справляется. Есть мяч. Играется мяч. Еще и атака. Скидка. Да, да, да. Длинный розыгрыш. И двойной блок. Чего удивительно, с места атаковал Константин. Хотя он очень опытный игрок. Не успел отойти. Ждал другую комбинацию. И попадает в коллективный блок у солданцев. 2-2. Очень долгий, нехарактерный розыгрыш длинный был. Никто не мог доиграть мяч. Либер опять не доводит. Есть. Ошибка второй передачи. Указывает... Играется мяч. У нас виска не было. Продолжение ждем. Савко драйфом. Но здесь этот блок... Попадает, да, переводом с диагонали. Попадает. Но справиться с защитой могли. Мяч летел не очень быстро. Вот разворотом. Десятый номер. Сарглан Яковлев. Сумел выиграть. 3-2. Ленск опять испытывает со съемом подачи. Нет атаки. Семен Акаемов. Что? С полом проблемы. Поскользунца видать при приеме. Мяч. Да, наконец-то. Очень простую схему игры перевели. Ленская. Центральный вот поднимал мяч. Сапко накатил за блок. И Нюргун не успел. Просто он подавал. И просто времени не было на страховке подойти. Есть прием. Касание сетки. 3-3. Энерсия тут коварная вещь. Воздух и тормоза не работает. Пришлось коснуться головой сетки. И опять, да? Уже третья ошибка в подаче. Восьмой номер отошибается. Молодежь все-таки пока психологически не выдерживает напряжения. Ай-яй-яй-яй. 11-й. Иннокринти Артамонов. Высокий мяч. Здесь просто по темпу. Вот зашел. А мяч-то высокий. Не сориентировался. Пятый мяч. Лен спереди. 5-4. Сапконт. Костя может и аут. Да, он подает силовые, но... Условия равны для всех. Радость болельщикам у Селдана. Переиграли, да? Высота Сюяма была очень хорошо. Паранос, что ли? Нет, нет. Отдают мяч Ленску. Все по правилам. 6-5. Анипченко куда? Вау. Как так? Оба удивляются. Тоже сбитый перьем. Играется мяч. Запоздал из Суско был. Мяч был до игровки. Доводкой хорошо сегодня у Селдана. И Владислав Попов. 7-7. Темповая первая темп. Идаренко гуловит. Да, отведенные... Когда и есть время, блок у Селданцев работает, да? Вот, собрались, но здесь атака. Рыков атаковал с диагонали в сетку. Восьмой мяч. Тоже ошибку, можно сказать, в нападении. Да, не вынуждено. Ну, пас сдавал Костя. Децибелы болельщиков у Селдана зашкаливает. Наверное, как Катюша во времен Отечественной войны. Неистовый громкий звук стоит. Даже мы не расслышали. Чтобы завелись ребята, мы услышали. Эйс! Владислав Попов переносит брейковый мяч подачи линии. 9-7. Совкоп подходит первой судье. Свиска не слышно, по-моему. Очень может быть при таких... При таком шумовом фоне. Ну, мы слышим сесток. Прозвучал. Аут. Восьмой номер. Никто там не цепляет. И очко в пользу у Селданского района. Да, молодая связка. 10-7. Прострел хотел сыграть, но ваут мяч. Аут. Восьмой мяч тоже ошибка. Но здесь свистка... Возле подающего. Да, апелляция к первой судье часто происходит. Мяч еще не приземлился, а свисток был. Другое нарушение командное было. Николай Федоренко доводит. Да, Нивченко. Сейчас еще одна попытка будет со второй линии. Антон Рыков. И, к сожалению, атака у Селданцев на площадку не попадает. Гаврила Хлопкова. Ну, тяжело было по высоте. Он спускался. Николай Федоренко. Ленск. Ну, легкая подача. Он уже ошибался. Ниргун атакует. Мяч в игре. Ровно 10-10. Да, психологический момент сейчас происходит в игре. У Селданцу сразу же берут. Нет. Остается перерыва. Нету пока. 10-10. Счет не критический. Николай Федоренко. Он просто подает, чтобы держать подачу. Мяч в игре. Команда настолько высококлассная, что вмиг успевают собраться, подготовить атаку. Очень комфортно доводит связующий для Ниргун и мячей. Он комбинирует. Подключает тот новый, то край сетки, то в середине сетки, то сам атакует. Василий Васильев сбитый прием, брейковая атака. Оставляет Ленск без атаки. Ну а тут сами ошибаются. У Селданцы. Такие Гаврила Хуловка в два раза что-то. Иннокентий Артамон. Артамон здесь. В завершении комбинации мяч улетает за пределы площадки. На подаче Ленск. Есть доводка. С такой подачей У Селдан должен справиться. Артамонов вымучил это очко своей активной деятельностью. Молодец, Кеша. 12-й мяч под караул. Он тут, да, просчитал ситуацию. Не отошел. Да, просто остался и выиграл мяч. Да, дождался. Опасно для Ленска. Ниргун Сивцев. Либера, да. О, что-то. Поспешили. Очень уж сладко манит. Вкус заработанного очка. С хорошей позиционной атакой уходит, с расстановкой уходит у Селдана. 12-12. А Невченко. Опытный. Связующий. Гроссмейстерский попадает под линию. 13-й мяч. И молча провожают у Селданца этот мяч. 13-й. Что-то засуетился у Селдана. Саргалан Яковлев на низкий мяч. Ну, здесь надо было другое решение. Откровенный мяч ниже. И видит блок, да, перед ним прыгает. Ну, как говорится в Валетболе, что выше сетки, это ошибка нападающая. Что ниже сетки, это ошибка связки. Второй. Бывает такое. В Ленску вот молодые игроки. Рыков, там, восьмой номер центральный должны подтянуться маленько, поймать кураж. А вот у Селдана нельзя терять концентрацию-то. Очень комфортно. Вторая партия тоже начало было за у Селданцем. И в один миг, буквально в трех-четырех розыгрышах, как снежный ком ушел. Но здесь собрался Гавриил. Третий раз не допустил ошибку. И ровно 14-14. 13-14 пока. Но, видимо... Сейчас 14-14. Счет не изменился, значит, 13-14. Возможно, вы предвидели следующий розыгрыш. Сейчас посмотрим. Хорошая игра на защите. Атака со второй линии. А тут что случилось? Свисток. Мяч отдается у Селдана. Коллективную, командную ошибку допускает Ленск. Да, касание сетки точно у Ленска. У Анифченко 14-14. Алексей Готовцев, да, на линии. Очень просто. Константина. Нет. Поспешил тут. Здесь кто? Поспешили ребята. Владислав-то как успел, да? Ему тяжело-то все-таки. А здесь ошибка нападения. Да, но все равно Владик успевает. Закрывает. Амбразура такая, что Костя растерялся. Да. Аут. У Селдан нацеленно подает на Николая Федоренко в пятую зону. И это приносит успех. Вторая партия 15-15. Сапко на линии. Костя не нашел еще свою. Выискивает. Что такое? Ну, второй раз Либера и защитник, доигровщик. Василий Васильев в данном случае. Конфликтные зоны. И оба надеются. Даже не шевельнулись. Костя тут заслуга. Ну, это мастерство Сапко. Да, это мастерство Сапко. И здесь очень хорошо. Комбинация. Вот так надо играть. Ну, это уже игра у Селдана. Да. Темп, быстрота, блок не поднимается. И получай гранату. Сложности. Мяч остается. Скидочка. Владлен в защите в страховке сыграл. Владислав. И, ну, что, такие подарки забивают, что ли? Забить надо, но... Рыков ловит. Вот ты не забиваешь. Обязательно тебе возвратят, да? Это правило в волейболе тоже работает. Василий Васильев. Ну, не опыт это. Натыкается на одиночный блок на доигровке. С такого хорошего, высокого мяча. Зато тут от блокирующего уроженец горного района Сарглан Яковлев приносит очко для команды. Кистью закрутил и блок аут. Ровно 17-17. Аут. 18-17. Антон Рыков. Мяч в площадке. Владислав Попов. Опытный игрок. Сбитый прием, да, все-таки. Анифченко не смог обработать этот мяч. Хорошо, что среднюю линию не перешел. И здесь очко остается за Усть-Алданской командой. Нюргундал реабилитироваться своему игроку, доигровщику. Василию Васильеву. Он справился. Достойно при том. Не подкачал. И Усть-Алдан вперед. Вырывается пока. Концовка у нас все ближе. Сбитый прием тоже. Скидка. Да, Николай. Федоренко. Здесь, да, защитные ряды. Усть-Алдана подкачали. Не ожидали от Николаевцев. Хорошая доводка. Да, здесь есть. Мяч в ауте показывают судьи. Васильев. Да. Открытая сетка была, да? Хорошо было задумано. Но. Но, к сожалению, до конца не довели. Мяч потерян. Зато здесь все замечательно. Гаврила Хлопков. 20-20. Василий Васильев. Ленс почему-то играет 4 на 2, да? Двумя связками. Ну, максимально упрощает сейчас игру. И чтобы... Это старая связка, когда по диагонали развивающие игроки стоят восьмой номер. Или это четверка на подачу выходит. Ну, акцент на результативный удар. Тоже молодой игрок. Молодая поросль на подачу выходит. Потому что у ветеранов подача не летит. Тоже вариант, да, кстати, от Юрия Александровича. Замена подающего игрока. Счет пока 20-21. Ленск впереди. По моим наблюдениям, Усилдан уже догнал по ошибкам. Собственным ошибкам Ленск. Тоже допускает второй партии. Брака много, да? Брака много. И в нападении... И брак разный. И несколько подач потеряли. В нападении, в открытой сетке, в аут. Нишка. Нападающий удар в аут улетели. И счет 21-20. Ровно. Сейчас съем у Силдана. Организовать хорошие атаки. Но новый подающий. Вышел. Прыжки. Ну, легкая подача. Играется мяч. Как-то. В надежде забить до пола не надо вот такие... Все думали, что мяч выигран, а сейчас в волейболе можно играть. Уже сказано несколько раз. Ногами, концом пальца, волосами, ушами. Везде. Все, всеми частями тела. Да, Усилдан? И пока свисток не услышишь, надо доиграть. А тут акцент на атаку был. И о защите напрочь забыли. Да. 21-22. Да, расстановка для Усилданская. Ленску надо здесь тоже. Но прием Ленский. Да. Позитивный прием обязательно нужен. И при том выходящий связка. О, Либера тоже. Ошибка второй передачи. Содержка мяча. Заслуга Сивцева-Нергуна. Да. Сильная подача. Раскрутил, видите, мяч крутится и... Ну да, откровенная ошибка. Еще проносом маленько. 22-22. На Либер опять же. Либер опять. Сбитый прием. Но Сапко. Углом назад в мяч игре. Блок защищается. Ой-ой-ой. Какая... Диагональ. Очень красиво подключили. Саргаланду на радость. Тут Антон Рыков в защите бессилен. К сожалению. 23-22. Слушаем тренеров. Вот как-то вот. Вы, где мы стоим, смотрим, как попадают. Блока вообще не меняет прощей. Они просто гуляют. Полный... Не внимания. Не внимания. Да, опытный Нюргон Севси просит команду не терять концентрацию, но не перевозбуждаться. Еще партия не сделана. А Ленц требует, чтобы коллективный блок был капитальным. Блока вообще нет, как определил тренер Ленского района. На подаче Нюргон Севси. Тоже на Либера. Либер на этот раз доводит. Но плохо. Ай-яй-яй. Тут надо было помочь, подстраховать. Нет, здесь... Нюргон должен был поднять этот мяч. И Саргалан не должен был коснуться. Вот видишь, готов был Нюргон застраховать. А Саргалан, наоборот, поднял мяч. И потом далее не помогли. 23-23. Здесь надо говорить. Преимущество партии есть у Салдана. Но посмотрим, что сейчас... Как подаст у нас команда Ленска. Вторая связка. Аут. И все-таки подача. Подгонит. Сетбол. Один сетбол пользу у Салдана. А Невченко задачен. Гаврила Хлопков. Очень просто. Здесь можно атаку получить капитальную. Скидка. Скидка не проходит. Касание сетки. 2-0. 25-23. 2-0. Усалдан ведет в этом четверофинале комфортом. Сейчас Ленску надо. Оставшие три партии. Обнаружить в себе скрытые ресурсы. Точнее раскрыть. Они у них есть. Просто как-то, возможно, поддержка трибун. Миша, наоборот, благотворно влияет. Такое ощущение, что мы находимся в барагонцах. Да, Усалдан и волейбол любят. Ну, Амга от барагонцев недалеко. Тут болеют на волейбол. Ну, идет общекомандная игра. Каждый вид спорта должен максимальный результат принести. Особенно в второй группе, где Амга, Нам, Чуропча, Мигнак, Кангала, Усалдан, Верхняя Вилюзь, горные. Все очень равные, да? Да, равные команды. Каждый вид спорта. И адаптированный, и детский, и юношеский, и волейбол, и баскетбол. Все в расчет. Досадно, что в некоторых видах спорта и Усалдан недосчитался квоты. Ну, заранее уже были отданы места. У женщин, да? А Ленц соревнуется с мирными нерингерами за промышленные группы. Тоже там борьба ожесточенная. И каждое место. Скрытые схемы пошли. Да, сейчас, наверное, одним Анипченко будет возврат. Потому что восьмой номер. К сожалению, у нас в протоколе он не указан. Мы в перерыве найдем. Озвучим его. Он пытается разыграть мяч, но у него пока не получается. Я просто не понял. Решающая для Ленцка игра. Повторяется ситуация в Нанцах. Мы помним, в Нанцах Ленц, являясь фаворитом, тоже вступил в четверо в финале. И не попал тогда в финал. И два спортикеда. Если Ленц не попадет, это уже симптомы. Тревожный показатель. Да, тревожно, тревожно. Для Шустова это тревожно. Пока все идет просто замечательно для команды у Селданского района. Они сегодня в желтых игровых формах. И за них очень много болеет зрителей сегодня. Ребята настроены. И мы уже застыли в ожидании третьей партии, которая может стать решающей, если Ленц не предпримет каких-либо действий в свою пользу. Ленц даст бой. Должен, должен дать. 3-0 для них это было бы слишком. Возможно, даже обернет игру в свое русло. Ленц. Ребята, все могут. Зеркальное отражение будет в финале этой игры 18-го года, когда Селдан вытащил игру с учетом 0-2. Удастся ли это Ленц куда сегодня? Да, к сожалению, почему-то даже такие игроки, как Савко допускают. Пас низкий. Возможно, не успевают нападающие. Нет, не успевают. Ну, на низкий пас не успевают. Только снизу и получает от Томонова. Кот открытый и пятый метр выложился. Сам же остановил мяч и сам получил. Сейчас вот. Хороший пас. От Гаврила, да? Да. Нехарактерный. Назад. Но Гаврил пляжный в волейбол играет и умеет пасовать. В поле. Высокий мяч. Вот это игра. Ленц всегда играет высоких передач, доводок. А сегодня вот до Константина не находит мяч. До Сапко, да, не доходит. Да, и до Николая Федоренко тут редко-редко. Рыкова заигрывает, но... Третий мяч в атаке у Салдана Иннокентий Артамонов. Берет этот мяч. Да, сложный мяч. Мяч поднимался снизу. Но Иннокентий Артамонов. Очень правильно, переводом. Говорили, что он не переводит, да? Да, получается, все время при последней поле не торкует. Как будто услышал, да, наставление тренера. Да, услышал скорее. Стратегия, тактика работает. Разведка донесла. Это тоже вполне допустимо. Нюргун Сиевцев со своим планером. Сейчас Либера будет. Почему-то он выбрал жертвой самого принимающего игрока. Нет. Мяч в первую зону летит. Тоже без... Да, здесь командную ошибку допустили. Федоренко увидел. Федоренко скинул за блок. Здесь тройной блок не нужен был. Отведенный... Пасует диагональный, отведенный мяч. Здесь, да, тактически надо было двойной блок, даже без блока. Просто на страховке, да? Да. Сыграть. На силу не проходит мяч. Зато тут Гаврил переигрывает своего визави. Товарищ судья, у нас первое касание. Он вот так вот у нас сделал. Но не перед пол мяча. Чужой мяч указывают. Но судья не преклонен. Счет пока 4-2. Ай-яй-яй. Ну как молодой игрок видит, что касание мяч. И ни одного, ни шелуха нет. Две секунды мяч в воздухе был. И вот посмотрите. Восьмой номер. В защите сыграл непозитивно. Догонать надо было. Сложно. И нашел Рыков место, да? Летит подача, наконец, у Антона. Конфликтные зоны и... Антон Рыков нам знаком по... А, это у нас на подаче номер 4. 4-4. Еще раз рискует, но не попадает. Попадает в зрителей. Ну, можно рисковать. Сейчас самое начало партии. 5-4. Пока впереди Усилдан. Панель пропал. 2-0 по партиям-то. Идет последний четвертьфинал. Среди мужчин. 10-й номер скидкой в линию. 9-й метр берет нападение этот мяч. Да, есть такое ощущение, что... Усилдани надежда на блок. Да, вот ловят мячом блок. И... Вперед выходит Ленск. И... В защите стали стоять без движения. Такой силы подача у Фидоренко. Сейчас посмотрим. Мне удается продолжить серию из подач. 6-6. По 6-ти. Саргалан. Что сделает? Вау. К сожалению, сегодня Саргалан не держит подачу. Яковлев. Но в длинной игре более легкая команда у Саргалана вносливости должна выдержать нагрузку. А в длинной игре тяжелым ребятам Саргалан будет Владислав Попов. Да, вот старая связка переносит. Безотказно работает. Тут ребята поймали. Сапко немножко раньше, да, прыгнул? 7-7. Вот очень просто играет Ленск в защите. По зонной защите. Без командного перемещения ребята ходят по кругу. Кто оказывается в диагонали, в диагонали играет. Кто в четвертой, доигровки, доигровки. Кто в центре даже. В Сапко часто оказывается центральным блокирующим. Кого, где мяч застал, да? Да. 8-7. Впереди Ленск. Поймал Константин Гаврила. Разница в два мяча. Сейчас Ленск уже пора ему уже проснуться и показывать все, на что способен. А способны они на чуть больше, чем сейчас показывают. Василий Васильев зрячий скинул, но правда Ленск возвращает мяч и вот такой курьез. Мне кажется, что эмоционально Саргалан до Яковлева его как-то успокоить надо. Немножко спад в его игре наблюдается. 10-7. 11-7. Здесь тренера должны работать. Найти, да, какое-то указание, слово действие, чтобы как-то остановить вот этот опасный разгон Ленский. Да, провал маленький случился. Третья партия в игре у солдатской команды. Но полетела подача. Два раза силовая полетела с молодого игрока и Николая Федоренко. Действительно, вот как раз компонент. В этом компоненте добавили Ленск. Исключили свои ошибки. И уже могут бороться на равных. Или лучше. Да, Яков Сивцев по схеме игры в защите хочет изменения. И Семен просит, где занять ему место. Обычно, когда в защите играет в замену центральная блокирующая, у него доводка тоже смазана. Играется мяч. Либера успевает. Играется мяч в солдат. Защищается. Играется. Мяч в игре. Долгий розыгрыш. Зашевелился Ленский. Зашевелился в солдат. Хорошая атака со второй линии. Пайп. Только Пайпом в пятую зону попадает. Вот видим, очень добротная защита у обоих команд. Движение появилось, желание появилось. Красиво. Если не ошибаюсь, пока первая команда, которая активно Пайп действует. Ниргун Сивцев и Узел Данский район. Восьмой номер. Василий Васильев у нас на подаче. Пока три очка за дело у Ленска есть. И вот, пожалуйста. Кулачко. Отличная скидочка. Двенадцатый мяч. За блок. Тут Саргалан тоже на страховке не успеет. Не успевает. Ну, я защищаю Саргалана. Он должен собраться сейчас. Он добротный игрок. Нужно успокоиться. Дышит-то как-то, да? Тяжеловато. Может, по функционалке. Какая-то пауза сейчас. Мяч игровой требуется. Ну, это хитрости. Ленска. Азарт у Рыкова появился. И аут. Ему бы еще подачку сейчас. Сам на себя очень зол. В третий игровой день. Зал надо было изучить капитально. Чтобы не терять такие мячи. Девять-двенадцать. Нюргун здесь должен... О-о-о! Он не стал в Либерадо. И доводка есть. Замечательная атака. От Ленска сейчас в диагонали. Выше блока Артамонова. 13-9. Константин Сапко на линии подачи. Просто. Ай-яй-яй. Не успевает. По темпу игры в третьей партии часто стал, да, допускать коллективные ошибки. То нападающий не попадает, то мяч. Концентрации пока не хватает. Усталость, может быть, сказывается, да. Ну и Ленс, конечно, разогнался. Это Ленс, который нам знаком. Привычная его игра. На высоких скоростях. И на высоте. Ошибку нападения. Блок подключили. Да, Саргуланов опять. Не помог команде. 15-9. Может быть, замену надо было. Пока дать успокоиться. Игроку. Не забивает уже шестой раз. Усалдан. Вот тут Ваут улетает от Федоренко. Удар. Попадает по верхней части сетки. И мяч Ваут. И десятый мяч за счет ошибки в нападении получает Усалдан. Но пока еще пять мячей. Это серьезное отставание. Гаврила Хлопков. Как говорят в волейболе, в его виде спорта, пока тебе не сказали, матч окончен, да, не расслабляйся. Последний свисток орбитов должен победить, но мне кажется, что рано, очень рано успокоился Усалдан. Отличный взлет у нас разыгрывающий Рогенфельд Дамир. Молодой парень, 99-го года рождения. Сейчас своих игроков разыгрывает удачнее, чем в предыдущих партиях. 17-10. Вот подарок и Федоренко не прощает. Тревожно, но у Салданцев смотреть. Взгляды какие-то потерянные. Максим Кондратьев, еще один молодой игрок. У Ленска замечательная подача. Посмотрим, чем ответит без атаки. Касание сетки. Ленс касается сетки. На ровном месте ошибаются, да? Ну, вовремя допускает Ленс ошибку. Если без нападения играл Усалдан, Счет-то такой. Пора думать из четвертой партии. С диагонали вот получаем. Восьмой номер. Теперь с диагонали атакует диагональ. Он универсал, кажется, да? Нет, это был Кондратьев. Восьмой номер. Нет, четвертый. Восьмой сейчас на связке. Нет, он атаковал. С диагонали-то. Забил до пола. Ну, я говорю, Ленс простой схемой играет. Иногда двумя связками. Ну, выходя... Ну, какой-то тотальный волейбол, да? Да, да, да. Все со своих позиций. Какая ненужная ошибка. С огнем шутят. Команда Ленска. Сейчас Усалдан нащупает быстро свою игру. Как раз Артамонов на подаче. Меняют Сарголана Яковлева. И входит Семен Атласов. Ну, Семен Атласов воспитанник Кулагинского волейбола. Баж Земляк, да? Да, работал в Усалдане, начальником нефтебазы. Он доигровщик. Но Семен тоже... Зато какая у него подача получилась. 13-й мяч. 13-18. Славко ошибается. Высота полета мяча была неудобна на уровне груди. Это всегда опасно. Ни снизу, ни сверху. Ни к селу, ни к городу, да? Высотный мяч, а аут. Но надо было держать. Нервы. Человек только зашел первый раз в сегодняшний игровой день. И сразу на четвертьфинал. И сразу такой накал. Потерялся. 13-9. Есть доводка. Здесь надо организовать. Что придумает Ленск в ответ. Ничего путного. Два раза подряд надо. Нергуну меняет рисунок игры. Доигровщиков на край сетки. Блок остался. Но можно было Василию доверить этот мяч. Или пайпом Артамонова подключить. Но беднее Нергуна. Нам легко со стороны. Говорит, да? Сверху тут. Болезнь. Опять регресс болезни. Подача не летит. Вроде бы Шустров своими напустили. Вылечил эту пакость. Но... Это недомогание, да? Да. Владислав Попов. Он может сложно подать. Но здесь есть доводка. Игра. Доигровка брейковая. Высокий мяч. И вот, да. На высоте Василий Васильев. Наконец, во всей красе. Игра в калитку. До игровщика. Сразу же скорректирует опыт. Не проп... Ну, в жизни не потеряешь. И вот чувство игры. Владислав переносит 16. Возвращается Усилдан. 16-24. Да. И тайм-аут берет тут же Юрий Александрович Шустров. Часто в женском волейболе вот разрывы 5-6 мячей, они критичны. Там эмоции совсем другие. А я вновь. арсенал появился у нас как банки станьте шустав недоволен игрой движением команда движение просят у ребят возвращаются команды сейчас владислав попов ведет мяч в игру из доводка и с хорошей доводки а как рыков николай фидоренко девятый номер и как же размужал да антон до возму жалко но растерял видать скорость чуть-чуть таранный форвард на мощи будет атаковать команда сразу же коллективы вела и вот коллективный блок на месть очень вовремя да мне кажется что иногда и василий василий вовлекается закидкой в калитку это первую зону в девятый метр не чувствует было до молодость пока игрового опыта это все придет 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 со временем а пока счет пользу ленка ошибочка подряд вот заметили да у нас вася ошибается сериями к сожалению либо у него идет игра и до либо провал немножко 23 уже 16 и у солдан пока не согласен с тем чтобы отдать и готовиться к четвертой партии конечно стараются всеми силами довести игру с тремя ноль у солдана не надо ни в коем случае довести до пятой партии пятая партия валютбола это лотерея все так говорят всем это известно там две-три собственных ошибок и пиши прощай такие усилия первые две партии все прекрасно и начало партии в третьей партии хорошо и такой глубокий подвале сейчас у солдан 23 16 ну и громкое имя ленска нервирует конечно постоянно держит на контроле не поверили свою победу может быть такое готовы были к такой борьбе это как футболе забить быстрые голы да потом как себя дальше вести не знаешь а тут дамир рогенфельд на подаче игрок команды города ленска дают дергоны поймать кураж васильеву семена кулу акаемов как поднял дать тяжелым бьется бьется как тот китаец из вот ролика когда-то был популярен животом головой все идет вход лишь в болт лишь бы была победа но 80 гола в пользу ленска это не отыгрывается надо готовиться четвертой партии что-то случилось психологически у солдану надо да тут тоже не без уловки задерживают игрока подающего саргалану яковлеву и василию васильеву до игрушек а сегодня сейчас вот именно доигровка не пошла же почему-то оказался инокентий артамонов диагонали от блока хотели отвести наверно здесь непонятно все время играется на васильева да здесь не видим кеша там где-то далеко пайф надо было подключать просто пасут кешу знают что доводка то вроде есть да неплохая довод четвертая партия здесь игра умов стратегически у солдан однозначно переиграл ленц первых двух партиях все слабые стороны были изучены планирующие подачи направляясь либеры это приносило успех доводки не было так и не было и блок несколько так блок задержал потом почему-то вот третьей партии легко поверили что блоком можно закрыть таких игроков по константин совка как рейков молодой нападающий как николай федоренко ну а если доводка есть из таких игроков но одиночными блоками бесполезно три блока поняли сразу скидка за блок две партии это еще не игра да простейшая истина сейчас ленск на коне эмоциональном до подъеме конечно партия важнейшая осталось за ними правда преимущество есть 21 по партиям пока ведет у солдан сейчас ребятам надо просто успокоиться но в таких ситуациях у солдана часто попадает две тире но показывает всегда иногда мы даже вот сидя в зале смотрим как хорошо кто такие а буквально через две минуты как будто их меняется вот именно нюргун заметил что рано поверили в победу появилась вальяжность это недопустимо надо сделать игру потом хоть на голове стой а сейчас надо играть играть надо с умом двигаться командное движение вот защите в нападение исключить простые ошибки не стоять но того же движение требует и тренер команды ленского района появилась у него игра сейчас вот посмотрим как раскроются команды в четвертой партии идет четверть финальная встреча между командами ленской и у солдана все пока неоднозначно счет ноль-ноль четвертая партия начинается подача у команды ленска полетели мяч в игре мяч в игре в один в один закрывает артамонова с до артамонов закрывает волной играл низко низко для кеша мяч 10 номер евгений черкасский продолжает подавать есть прием высокий но теперь играя река выложился влачей мой блог до 20 пробивает антон рыков со всей своей мощи там не успели перекинуть руки сильно сетку через мяч сетка попруга и одна обратная скотт дала 20 креатива сейчас надо у солданцам разыграть мяч раз-два в открытую сетку нападение вывести а для этого нужно принять подачу мы тут помешали друг другу избыток чувств да все очень хотят избыток желания хотят вносить свою лепту на взводе федоренко с рыковым тут одновременно как сиамские близнецы выпрыгнули нюргон ответственная подача сейчас он с выходом будет пасовать и мяч в ауте к сожалению 3-2 да вроде траектория была правильная но поднялся последний момент а обычно спуск отрубался а здесь поднялся поток попал наверх хорошее подача от рогенфельда с такой игрой да усил дан полуфинальные пульки попасть будет сложновато такой волейбол нам не нужен пока собраться на усилданцам а ленску надо еще добавить сейчас добавят ребята так так прием пропал 5-1 как достать нюргу на такой мяч да васильев на защите допускает ну ошибочку опять на него ну наконец то ветераны Иннокентий Артамонов и Гаврила Хлопков соорудили эту атаку прием был более менее ну не качественный но нюргун очень ну Артамонов 95-го года рождения не согласимся назвать его ветераном просто он очень опытный он опытнее чем Василий Васильев у нас 2000-го года рождения здесь я просвета не вижу в игре усилданской команды пока все складывается у ленской и даже такая силовая подача летит у Антона Рыкова зато хорошая атака спонтанно получилось 5 а нет кеша в передней линии кеша завершал вторым темпом метр на северан был есть смещение то было смещение то было северан на либер наконец-то позитивный прием есть атака и вот так с диагонали Саргаланд Яковлев забивает победный пятый мяч видим что Саргаланд собрался посмотрим да подачу держать надо усложнить ну просто играется мяч простой накат на Савкота или оставляет этот мяч доиграть у солданца можно было да как раз пробовать но тут не получается немножко здесь еще вторая доигровка с диагонали Яковлев ну по высоте пас был есть игра очень долгий розыгрыш и остается за устьолданом Василий Васильев наконец-то он уже успел переместиться в четвертую зону 5-7 в этот момент да Юрий Шостов решил индивидуально поработать этот перерыв специально для этого игрока взял откровенные откровенные ошибки были видны 5-7 четвертая партия четвертый четвертьфинал где решится судьба последней путевки в список полуфиналистов пока у нас три команды в полуфинале Амгинский Намский и Чуропчинские районы и сейчас вот все перед вами четвертая партия на подаче устьолдан Константин Сапков показал на что он способен мастер такой а нет четвертый номер это у нас Максим Кондратьев 2000 года рождения молодой парень а похож на Константина да? Поле поле мяч ну зачем надеяться на сантиметр который десятый метр да? надо и сыграть такой мяч надо было простой то мяч был 9-5 преднамеренно пропускал защитник устьолдана помогает сетка устьолдану 6-9 6-9 нюргон пытается завести завести команду надо 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 игроков Владислав Попов хорошо ну и в такой ситуации поспешил Вася очень хотел забить уже быстрее и тут развернул корпус слишком право непонятно непонятно ваше лицо он кауту стоял боковая линия и поход бил горячее молодое сердце а надо надо хладнокровие побольше усилдану отдают мяч усилдану уже мы пропустили мяч это выиграли седьмой мяч они выиграли 7-10 надо собраться пожелаю я усилю хорошие игры дальнейшем а я хорошо либера не успел подняться семенок а что судья сетка определяет но сетка есть правильно сетка была тоже так похожая ошибку допускает ленск совсем не к месту и не ко времени сейчас скидка здесь страховка кеша работает саргалан по линии но здесь блок смягчает рыкова ловит будет парик придавливает гаврил есть не понятно зачем ну да такой мяч игровой передача совсем совсем не ко двору пришла здесь потерял площадку василий прямо в ухо говорят подающему игроку болельщики и в в в в в на доигровки нужное очко приносит 11 подача в аут улетела сейчас скорректировать есть игра федоренко справляется здесь удар не сильный получился у ленска и вновь атака на этот раз удачно антон рыков по блоку решает играть говорила хлопка опоздал 12 9 вот она возвращался и надо было вот быстрее быстрее стык не сложился блок не пристроился есть до опять мимо не ждал и иннокентий артамонов такой передачи быстро и залез под мяч смазал 13 9 свисток и на подачи команда ленска вот эта пауза не на руку сыграла 10 13 рогенфельду но до конца все-таки у сел дан еще защиту укрепляет шестой номер у нас алексей готов чтобы он помог решил николай сыграть здесь до игровой до играть брейковый мяч должно быть смазал на точно нужный момент направлял мяч восьмой метр и это собирал свою роль хороший прыжок с места сейчас что-то приду надо держать подачу тоже на скорее на николая федоренко мяч туда же пятую зону сейчас ленску надо что-то придумать чтобы свой комфортный задел сохранить но пока все удается 12 13 попов с первого темпа атаковал и уже всего один мяч разницы своевременный перерыв и замена была очень хорошая защита усилилась и подачу парень держит алексей готовся и населено на федоренко на равенство будет подавать да но сейчас надо четвертая партия играют ленск усть алдан пока по партиям впереди игроки в желтой форме вот у салданцы 21 и счет 13 12 в пользу ленск а константин совку перенял очень хорошо и и сцепление атака блок отыгрался здесь очень современная атака мяч был удобный метр сыграл мы узнаем узнаем саргулана яковлева да 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 в этом эпизоде очень хорошая атака смотри кости это центральная была кириша играет он уже сначала партии играет перестройка серьезная сейчас они вообще сидит основной связующий и у нас поставщик вот он номер восемь красота рыков тоже в такую же комбинацию обратный крест сквозь и сыграли вот восьмой номер поднимает кости вверх и какой красивый крест исполнение рыкова 14 13 под ламит может да у салдан такое попадение очень выдержит надо только не так валили признаю свою ошибку говорит я я антон рыков накал такой да 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 мы сам молчать слышится либера да у либера да сегодня работа много но позитива мало а я перри перри перемудрили сами салдан сам себя перехитрил в этой ситуации игровой не доходит пас первым темпом решили сыграть нюргун севсев а владислав решил что лучше вторым темпом есть игра это свистят это правильный свисток ошибка при второй передачи не выработает максим кондратьев у нас диагональный закрутился между большими пальцами мячик чуть чуть зашеведелся и уже свисток доводки совсем нету да в ленска как они еще и умудряются так сколько мячей заработать блок 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 был блок блок касание блоку явное было не довольны судейством команда ленского района шестнадцать пятнадцать нервная игра очень и всем кажется что кто-то виноват в ошибке аут тут шестнадцать шестнадцать ровно на правах капитана да по правилам то капитан должен подойти но он общается константин сапко да да редко его пишет капитаном но сегодня он капитан один из самых опытных играется мяч ленск в атаке первую первый темп владислав попов усть алдан молодец но не замаскировали молодежь ленска свою атаку и владик это не пропускает напрашивался да тут да да первый темп поэтому увидели ребята счет пока впереди ленск мяч игре но очень близко усть алдан доигровка брейковая здесь вася васильев два мяча впереди усть алдан ленску надо сейчас поют его по плечу старшие братья чуть-чуть блок опоздал перелетел можно сказать напоминаем идет четверть финальная встреча аут очень равная игра 18 18 было сейчас девять а нет семнадцать восемнадцать ленск бросается в погоню они уступают по партиям 12 но в этой партии все таки ленск ввел все время еще только-только усил дан вышел и что определяет судьи блок аут или площадка блок площадка 18 18 николай фидоренко просто но здесь либо раз будет атака у ленска на доигровке есть игра высокий удар и закрывает закрывает дамир рогенфельд ну высокий долгий мяч саргалан спешит не придумывает ничего корректива и лезет на блок это вася девятнадцать восемнадцать лен спереди молодцы они поднимаются с руин но сейчас кто выдержит концовку красиво тот и вы выиграет партию семен атласов добивает на замену пропустили до семена атласов на площадке да ну как в предыдущей партии на диагонали он вышел значит девять нос до игровки с края забил девятнадцатый мяч нападение молодец второй раз с линии атаки семён приносит двадцатый мяч удачная замена со стороны тренера у селданского района и в радостном прыжке сейчас семён атласов двадцать девять ленску надо выдержать лент сейчас должен что-то придумать позитивный прием нужен доводка нужна есть мяч отдай вот коллективная защита а я это игра семена охлопка переносит удачу да очень красивый момент защите двадцать первый мяч кости сложился но чуть не успел мяч был в поле третий раз подает семён атласов двадцать один девятнадцать кульминация апогей в нашей встрече четвертая партия блок цепляет есть игра у селданцев блок спасает ленск ошибочные решения принимает артамонов хотел на эмоциях на силу стоя хотел обыграть такой высокий блок это не пройдет на равенство ленск черкасский евгений чуть-чуть какую-то вот кураж потерял да здесь миллисекунды решили в пользу у селдан мяч был игровой для ленск и вторая ошибка на подачу от ниргуна сивцева хотел схитреть укоротить и выиграть мяч с линии подачи было бы шикарно если бы задумка получилось на равенство ленск счет 21-22 разыгрывающий игрок Дамир Рогенфельд на подаче есть Семен молодец и за счет хорошего приема двадцать третий мяч тоже начали рано у селданцы праздновать выплеснуть эмоции да здесь в концовке не надо выгораешь выгораешь Гаврила Хловков Гаврилу надо держать подачу это ахилловая пята у него вот доводка есть и здесь получишь нет сыграли в защите у селдан Иннокентий и с мясом 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 очко у ленска сейчас было был свисток первого судьи аут да нет там касание чего-то но рыков на линии есть тоже доводка хорошая касание было матчбол один два матчбола пользу у селдана трудную четвертую партию впереди у селдана два матчбола в коллективный тройной блок кости в середине и как раз через нее мяч в аут улетает иннокентий артамонов подать далеко но аут аут ну матч логически закончится дорогие зрители ленску надо было пораньше взяться за серьезную игру что первые две партии валия и чуропчинские районы завтра мы все игры вам покажем а сегодня спасибо что были с нами до новых встреч прощаемся на этой прекрасной ноте для у селданского района спасибо